Испугались социального взрыва. Но когда эта власть идет против своего народа, она не нужна такая власть. Образования у нас нет, промышленность у нас тоже в непонятном состоянии, сколько заводов было закрыто. Чтобы справедливость в стране восторжествовала, вот я зачем пришла. Нас не остановишь, понимаете? Люди, люди, это тоже не стадо, люди проснулись. Здравствуйте, дорогие друзья. 23 февраля КПРФ заявила о всероссийской акции протеста против роста цен на продукты и тарифы, против политических репрессий и с другими политическими и социальными требованиями. Уведомления на проведение митингов и пикетов были поданы практически по всей стране. И тут же последовала реакция властей. Отказы посыпались как из рога изобилия, под разными предлогами, зачастую не имеющими ничего общего с законами и Конституцией Российской Федерации. А выглядело это примерно так. Так, почти повсеместно эти мероприятия запрещены, под разными предлогами. В Новочеркасске они запрещены под предлогом распространения новой коронавирусной инфекции. Учитывая, что в течение прошлого года шли отказы, которые мы обжаловали, в этом году мы решили все-таки обратиться в Новочеркасский городской суд с заявлением об обжаловании данных действий. Я обратился в суд, где привел в своем заявлении 7 убийственных, на мой взгляд, доводов в пользу того, что данные запреты являются незаконными. В итоге суд вынес неправосудное решение отказать во всех наших исковых требованиях. Я просил хотя бы автопробег 23 февраля, в святой для нас день, разрешить автопробег, где между людьми заведомо крупная дистанция, где по одному водителю в одной машине. Но и в этом нам отказано. Тем не менее, в ряде городов и даже поселках люди вышли на народные сходы, встречи с депутатами. Не стал исключением и город Ростов-на-Дону. Сегодня мы побываем на таком народном сходе и поговорим как с участниками, так и с обычными прохожими. Друзья, предлагаем посмотреть этот опрос и, конечно же, ждем ваших комментариев. Это «Глаз народа». Не будьте младенцами, почитайте историю. У нас с вами никаких проблем нет. Ни платушки, ни зюганов. Проблема одна. Советский народ. Да. Привет, пожалуйста. А у нас за то, что молодой человек не заплатил налоги, его нам лагеря купили. Вы это все, на самом деле, наши предки заложили такую базу, которую не развалить никаким демократам. Поэтому, уважаемые товарищи, реально цены снижать. Реально. Надо изгруз нефти убрать шнедера и не сразу подешевеет. Скажите, пожалуйста, у нас по всей области власти запретили пикеты и митинги. Как вы считаете, а почему? Чего не испугались или что? Испугались социального взрыва. С одной стороны, людей подталкивают к тому, чтобы они сами вышли. А с другой стороны, всем отказывают в пикетах. Не совсем понятно. Ну, вот мне, например, как руководителю городского комитета Батайского, приходит полиция, просто забомбили, извиняюсь за выражение. Подпишите, подпишите, что вы не выйдете. Чего я должна подписывать? То есть идут на все, на вся. Но мы отбились от этого. Власть – это хорошо, но когда эта власть идет против своего народа, она не нужна такая власть. Нам нужны люди, которые заботятся о своем городе, о своем подъезде, о своей школе, о своих стариках. У нас переполнены дома престарелых, детей брошенных масса. Это уже не государство. Это уже просто рухнутое государство. Скажите, пожалуйста, почему вы пришли на это мероприятие? Почему пришел на это мероприятие? Ну, потому что я поддерживаю взгляды социалистические. А вы считаете, что у нас в стране есть какие-то проблемы? У нас их полно, этих проблем, на самом деле. Везде, во всех ветвях власти у нас есть проблемы. И их нужно решать каким-то образом. Медицина развалена. Образования у нас нет. Промышленность у нас тоже. В непонятном состоянии сколько заводов было закрыто. Не хватит пальцев на руках, чтобы пересчитаться. Даже если говорить о крупных заводах. Мелких вообще я молчу. Сколько закрылось и закрывается. Понятно, что пандемия и все остальное. Но руководство должно было эти все моменты просчитывать. Они для этого и избирались. То есть народ их для этого избирал туда. А не для того, чтобы получать огромные зарплаты. И рассказывать, как нам жить и кушать макарошки и так далее. А как вы считаете, напряжение в обществе будет дальше расти? Если будут принимать такие законы, то скорее всего да. Мне вообще, для меня загадка. Вместо того, чтобы поворачиваться к людям лицом, видя, что в стране такое происходит, принимаются абсолютно антинародные законы. Скажите, пожалуйста, лично вы пришли. Почему сюда? Я пришла, потому что я за будущее страны. Я хочу, чтобы страна развивалась, чтобы справедливые суды были, чтобы промышленность была, экономика росла, чтобы строились школы бесплатные, медицины, больницы, чтобы справедливость в стране восторжествовала. Вот я зачем пришла. Надоело неразвитие и убожество вот это. Поэтому, ну, нужно просыпаться. Если мы хотим выжить в этом мире, нам нужно проснуться. Нас спасет вот социализм. Я считаю, это мое мнение, что нас спасет в этом мире только социализм. То бы мы по каждому району провели такой пикет, а то нам дали вот только этот кусочек. Власть знает, что делает. Знает, как уничтожать, как травливать народы. Вот мое мнение. А что происходит? Власть боится? Власть хочет нас спасти от коронавируса, как они объясняют? Коронавирус – это всего лишь средство. И не последнее средство, к сожалению, к разобщению народа, к уничтожению народа. Боятся, что они лишатся всех своих преференций, всех своих капиталов. А как вы считаете, вообще-то митинги, пикеты, они нужны в стране? Нужны, конечно, чтобы позицию свою высказать. Да, я тоже считаю, что нужны. А если их запрещают? Ну, это плохо. Это нарушение прав. Я считаю, что нам не хватает молодежного несколько взгляда в стране, потому что есть какие-то устоявшиеся моменты, пустои у власти, и не хватает вот этого нового живого взгляда, потому что к власти не допускают людей младше определенного возраста как раз-таки в том возрасте, в котором люди наиболее активны, у них есть энергия, реализация. Им интересно жить, им интересно строить что-то новое, добиваться, творить, создавать и помогать, в частности, и людям, и стране, и народу, и правильно, может быть, распределять ресурсы. То есть надо прислушиваться к народу, в частности, к современной молодежи. Как вы считаете, нужны ли у нас в стране митинги и пикеты? Не нужны. Почему? Глупо это все. А для чего тогда люди выходят, как вы думаете? От дурости и от безделия. А как нужно выражать свое мнение, если, допустим, народ чем-то недоволен? Никак. А что значит никак? Надо рубить свою страну и все. А когда ты ее не любишь, вот поэтому все эти выражения выходят во все эти беспредельные митинги и во все эти... Ведь у нас официально более 20 миллионов в стране живут ниже черты бедности. Как вы считаете, почему так происходит? Ну, это... Как я считаю? Я все... У меня одно мнение, что люди не хотят работать. То есть пенсионеры, старики... Не, ну дело не пенсионерам. У меня тоже пенсия 9 тысяч. Я от этого что, хожу на митинги, что ли? Я отработал 45 лет за свою жизнь. Вы отработали 45 лет? Да. И у меня пенсия 9 тысяч. Ну, сейчас 10 стало. Ну и что мне от этого? Идти кричать или ругаться. Ну, так и есть, так и оно и будет. Вы довольны своим пенсием? Да какая бы разница? Естественно, мало. Ну, довольны. Мне было 15, я тоже недовольен. Было 20, я тоже недовольен. Всегда от человеков всегда мало. А вы считаете, что это справедливая пенсия? Да дело не вы, нам это вопросы такие пропагандистские, молодой человек. Я не из той серии, что меня, знаете, раскатывал. Вот, например, я работающий пенсионер. Мне через, ну, несколько дней исполнится 65 лет. Но я работаю. И у меня, например, нет индексации уже сколько лет. А почему вы работаете? Почему вы не отдыхаете на заслуженной молодой? Я объясню, почему я работаю. Я работаю не только из-за того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Но я работаю для того, чтобы помогать дочери. Наша семья взяла ипотеку. Приходится платить, естественно, кредит. И приходится платить квартплату. Поэтому я работаю на двух работах. Являясь пенсионером. Являясь пенсионером. Но я работаю, вот сейчас вам скажу, что я работаю по силам. Я работаю по ЖКХ. То есть работаю дворником в одном месте и в другом месте тоже работаю дворником. Но я хочу сказать, что самая главная, самая основная тема, конечно, не вот эти там противопозиции, там Навальный, вся вот эта шумиха. Нет. Дело в том, что мы стоим перед таким вопросом, что как нам жить дальше. Нет развития, нет стремления, нет драйва жизни, нет роста экономики. Поэтому, естественно, начинаются всякие шатания, метания эти оппозиции, нагнетание вот этого милитаризма, осажденная крепость, вот это все эти байки. Нам нужно развитие, развитие промышленности, развитие социальной сферы. Социальная справедливость. Естественно, запрос на социальную справедливость – это первейший вопрос. Не только для пожилых людей, пенсионеров, но и для молодежи. Нас не остановишь. Понимаете? Люди, люди – это тоже не стадо. Люди проснутся. Люди проснутся, объединятся. У людей есть точка кипения. И даже не точка кипения, а начинают работать, наверное, мозги. Единственное, что старое поколение, оно более как спокойное в том плане, что всегда надеялись на правительство, всегда было, все решалось каким-то путем свыше. Люди, которые людям давали возможность, советами депутатов, всего справедливого. Сейчас беспредел. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok